Теперь, что еще нам нужно обсудить в отношении формы имперфектов, это имперфекты от слитных глаголов. Что происходит, когда основа глагола заканчивается гласным. Формы слитных глаголов в имперфекте приведены у вас в учебнике в параграфе 21-22. Для альфа, эпсилона и лометра слитного глагола. Давайте мы просто на эти формы посмотрим, обсудим, что здесь случилось, и вы увидите, что ситуация не так уж и страшна. Итак, глагол Агапао. Он альфа слитный глагол. Он начинается с гласной альфы, которая удлиняется в эту. И первое лицо, единственное число Э-ГА-О. Что случилось? Альфа основы слилась с омега соединительной гласной. В результате дали омегу, получилась Э-ГА-ПОН. Второе лицо, единственное число Э-ГА-ПАС. Альфа слилась с эпсилон, дала просто альфа, у нас Э-ГА-ПАС. Третье, Э-ГА-ПА. Альфа слилась с эпсилон. Альфа хорошо прорабатывает эпсилон, поэтому Э-ГА-ПАС, Э-ГА-ПАС. Если вы помните, в глаголах настоящего времени было А-ГА-ПАС, А-ГА-ПАС подписной ЙОТой. Там было слияние с дифтонгом Эй, который, вот, Эпсилон также съедал, и съедалось, но ЙОТО подписывалось. А здесь просто слияние с Э, и поэтому просто остается Альфа. Первое множественное А-ГА-ПОМЭН, слияние А-Альфа с Омикром. Второе А-ГА-ПА-Т, слияние А-Альфа с Эпсилон. И третье А-ГА-ПА-О, А-ГА-ПОМ, слияние А-Альфа с Омикром, так же, как и в первом единстве. Еще одно, может быть, попутное небольшое замечание. Здесь вы не всегда увидите ударение на месте слияния. Мы с вами, помните, обсуждали слитные глаголы, и слияние там, в том числе и у сонозных глаголов в будущем времени, мы видели, что часто на месте слияния оказывается облеченное ударение. Нет, здесь в имперфекте ударение так называемое отступающее, то есть оно уходит как можно дальше от начала, от конца слова, насколько это позволяет общие правила простановки креческого ударения, и далеко не всегда оказывается в месте слияния, там, где мы его могли ожидать по нашему предыдущему опыту. Поэтому будьте внимательны, это было справедливо, особенность ударения для будущего времени, и для слияния Эпсилон с соединительной гласной преобразованием будущего времени у сонозных глаголов, но не здесь. Теперь давайте пробежимся по Эпсилон слитным глаголам. Глагол ПОЙ-ЭО, он начинается с огласной, поэтому превращение Э, ЭПОЙ-УН. Что здесь случилось? Эпсилон основы и Омикрон соединительная гласная следились вместе в дифонг У. ЭПОЙ-УН. Второе, единственное, Э, ПОЙ-ЭЙС. Две Эпсилон сливаются в дифонг Эй. И вот здесь нужно быть внимательным. Почему? Потому что окончание Эйс очень привычное для нас, тем более, когда по контексту понятно, что речь идет о втором лице, и тут мы видим окончание Эйс, это типичнейшее окончание для настоящего времени, нам легко подумать, что мы имеем дело с глаголом настоящего времени. Если мы не разглядим приращение, не обратим внимания на приращение, то мы легко и ошибочно истолкуем это как глагол настоящего времени. Какое-нибудь ЭПОЙ-УН перепутать сложно, потому что в настоящем времени чего-то типа УН нет. Ну или там альфа-слитные глаголы, там тоже достаточно серьезное отличие от настоящего времени, и там, как правило, нет большого места для путаницы. А вот здесь путаница возникает очень легко и естественно. Ну, понятно, что первое, второе, второе, множественное, в альфа-слитных глаголах тоже какая-то путаница может быть, но вот чаще всего люди ошибаются, когда имеют дело с формами ЭПОЙ-ЭЙС, ну и следующее, третье, единственное, ЭПОЙ-ЭЙ, потому что окончание Эй тоже выглядит как окончание, какое-то такое нормальное окончание для глагола настоящего времени. И если бы не превращение, мы бы вот могли легко ошибиться. Поэтому помните, какие глаголы являются ЭПСИЛОН-Слитными, ну и внимательно смотрите на наличие превращения. Множественное число ЭПОЙ-УМН, ну где в тонкую вот видна. Результат слияния ЭПСИЛОН плюс ОМИКРОМН, ЭПОЙ-ЭЙТЭН, две ЭПСИЛОН-Слитные, ЭПОЙ-УН, ЭПСИЛОН и ОМИКРОН-Слитные. ОМИКРОН-Слитный глагол, опять-таки, все по правилам. Я напоминаю, что две ОМИКРОН сливаются тоже в дифтон-КУ, поэтому ЭПЛЕРУН, ну глагол начинается с согласный, поэтому превращение ЭПЛЕРУН, ЭПЛЕРУН, ЭПЛЕРУС, ЭПЛЕРУН, ЭПЛЕРУН, ну здесь стандартное слияние, которое дает ОМИКРОН, или СОМИКРОН, или СЭПСИЛОН, они дают дифтон-КУ, ЭПЛЕРУН, 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 ЭПЛЕРУН. У-у-у-у-у-у, хорошо все видно. Дальше описан в учебнике у вас средний, среднестрадательный залог для тех же самых глаголов. Опять же, посмотрите, в общем-то, те же самые слияния, вполне ожидаемое явление, то есть то, что вы могли и ожидать. Ну, может быть, сложность некоторую может представить второе-единственное АГПО, но остальные все, просто пройдитесь, посмотрите, все результаты слияния, они такие вот, достаточно естественные и достаточно хорошо узнаваемые. Да, конечно, следственные глаголы могут представить нам какую-то проблему, но все-таки приращение плюс подсказывающий контекст, плюс вот хорошее понимание, что происходит при слиянии, вам спасет, и вы форму распознаете. Ну, и последнее, что нам нужно сказать о формах, это отдельно, сказать, обсудить формы имперфекта от глагола ими. Мы с вами уже обсуждали, как выделили настоящее время глагола ими, вы должны были заучить эти формы. Если вдруг сейчас обнаруживаете, что вы не можете, не помните форму глагола ими настоящего времени выучили, потом мы с вами обсуждали будущее время глагола ими, оно очень легко образуется, с плюс среднее окончание в будущем времени, и очень хорошо узнаваемое. И теперь пришло время выучить формы имперфекта от глагола ими, ну, или для ими прошедшего времени. Ими встречается только в настоящем будущем имперфекте, ну, который для него единственный вариант прошедшего времени, и поэтому, когда вы это изучите, все формы личных глаголов, все личные формы глагола ими, вы будете знать. Итак, как он выглядит в перфекте? Первое-единственное – mn, я был, и здесь окончание типичное для среднего залога, потом s, и здесь окончание типичное для действительного залога, хотя, в принципе, существует и все-таки экзотическая форма s-tapos. В учебнике сносочка по этому поводу и есть, два раза всего встречается. n, вы бы ее просто отдельно заучили и уже десятки, а то и сотни раз встречали, я надеюсь, вы что помните, что n – это прошедшее время от глагола быть. Множественное число mn или m-e-ta, то есть, возможно, использование и действительного, и среднего окончания с данным глаголом, и то, и другое встречается, поэтому оба варианта запомните, чтобы вы могли их узнать. e-t, ну, здесь t хорошо видна, и вот это e, постоянно везде встречающиеся тоже, то есть, если вы сопоставите эту форму, вас опознаете, и последнее – s-a. Ну, может быть, немного неожиданная форма и какое-то такое странное и нетипичное окончание, но на самом деле мы его увидим еще не раз, например, а вот, если там будем изучать другие времена, поэтому оно не то, что уж совсем нетипичное для греческого языка, но просто пока он для нас не очень привычное. Однако, вот e-me – это, знаете, такой набор, где-то среднее окончание, где-то действительно окончание, где-то вообще не пойми, какие окончания, где-то и так далее. Но так случается с часто встречающимися словами, а e-me – самый часто встречающийся из глаголов в Новом Завете, поэтому у него самые нерегулярные формы. Ну, благая вещь в том, что остальные гораздо более регулярные глаголы, и e-me нам придется все заучить, а у остальных глаголов просто понимать логику. В том, приращение, за счет для добавления эпсиона или удлинения гласной или дифтонга, которая, кстати, ставится после приставки, не перед приставкой, будьте внимательны, которая может привести к выпадению последней гласной приставки, плюс вторичное окончание, которое, конечно же, нужно заучить наизусть, все вот эти 12 окончаний действительно для среднестрадательного залога, плюс нужно некоторое понимание, что происходит в результате слияния, особенно, помните, 2 эпсиона сливаются в дифтонг A, и 2 омикрон или омикрон-эпсиона сливаются в дифтонг Q. Ну, и альфа плюс омикрон дает омикрон. Вот если вот эти вот особенности греческих слияний вы помните, то формы будут для вас и узнаваемы, и предсказуемы. Ну, и последнее, что нужно сказать о формах греческих глаголов. В имперфекте. В русском языке в прошедшем времени форма глагола зависит от рода глагола в третьем лице. Он говорил, она говорила, оно говорило. В греческом языке в прошедшем времени род не выражается, поэтому от глагола лэго в третьем лице единственном числе, лэгэм будет соответствовать и он говорил, и она говорила, и оно говорило. Поэтому при переводе на русский язык нам необходимо для третьего лица единственного числа выяснить род подлежащего, и только после этого мы корректно сможем перевести греческий глагол. То есть мы не можем, вот, механически увидели лэгэ, там, лэгэ, и сразу же раз и заменили на он говорил. Нет, это его он говорил, либо она говорила, либо оно говорило. И поэтому встретили этот глагол, ну, грек достаточно написать, а нам нужно теперь разобраться по контексту, что именно является подлежащим для данного глагола, выяснить его род, и, соответственно, поставить род русского глагола при переводе. Еще одна особенность, которую нужно учитывать при переводе прошедшего времени, просто вслушайтесь в изменения по лицам в русском языке. Я говорил, ты говорил, он говорил, 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 говорил. То есть от лица не зависит форма, ну, и во множественном числе. Мы говорили, вы говорили, они говорили, 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 говорили. Опять же, форма не зависит здесь от лица. Но в греческом языке форма от лица зависит. Поэтому, если переводите слово просто «говорил», то непонятно, то ли я говорил, то ли ты говорил, то ли он говорил. Форма русского глагола не сообщает эту информацию, но форма греческого глагола сообщает. Поэтому «элегон» – это «я говорил», и надо именно переводить «я говорил». Вот эта информация, содержащаяся в форме греческого глагола, что это «я», что это первое лицо, она должна быть адекватно выражена в переводе. И если совершенно не очевидно из контекста, что это «я», то лучше местоимение добавить в перевод. К тому же, мы с вами уже говорили, для русского языка типично ставить местоимение в переводе, а для греческого, наоборот, не типично. Поэтому «элегон» мы добавляем «я говорил», а «элегейс» мы добавляем «ты говорил», «элегейс» мы добавляем «он говорил». Не просто «говорил, говорил, говорил», а «я», «ты», «он». Не смущайтесь, это нормально, добавлять в перевод местоимения. А почему-то у людей, начинающих заниматься переводом, есть какое-то вот такое настойчивое желание, чтобы сколько слов в оригинале, столько же слов и было в переводе. Если в оригинале стоит один просто глагол, то пусть один просто глагол стоит в переводе. Это не верность оригиналу, это не точность перевода, это просто непонимание разницы между языками. Греческая форма содержит сразу сведения не только о том, что это там прошедшее время несовершенного вида, но также и о том, какое это лицо и какое это число. И эту информацию нужно перенести в перевод, не проигнорировав ее и не оставив форму «говорил», которая вообще непонятно к какому лицу относится. Поэтому при переводе добавляйте местоимение. Но, с другой стороны, вот русский язык требует в третьем лице единственном числе указания рода, о чем греческий текст не говорит. И тогда вот в ответ на это требование мы извлекаем информацию из широкого контекста и помещаем в русский перевод. Поэтому внимательно следите за соответственными формами, за то, чтобы вся необходимая информация адекватно передавалась. Спасибо. Спасибо.